Говорят, люди становятся сильнее, когда что-то теряют. Все за одного. Однако теперь Мидурия полностью лишился причуды один за всех, поскольку в битве против Шигараки он использовал все свои факторы в качестве оружия для того, чтобы пробить внутренний барьер противника. Да и по словам самого возродившегося антагониста, подобное выражение ГГ неприменимо, поскольку по его словам у языку изначально не было никакой причуды. Но правда ли то, что в деку исконно не было никакой причуды, грядет пробуждение истинных способностей главного героя? Об этом мы сегодня и поговорим. Ну а также напоминаю, что прочитать свою любимую мангу, мангу маньфуа, вы сможете на rimango.org. Здарова ребятки и анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. После 418 и 419 главы магии Геройской академии, читателям стало известно, что главный герой вновь стал беспричудным. И если с утраченными руками ему вероятно поможет Эри, откатив время для его тела, то вот вернуть причуды Мидории она скорее всего не сможет. Ибо ГГ именно что безвозвратно разбил все свои факторы одного со всех, чтобы добраться сквозь оболочку Шигараки к сознанию Тенка Шимуры. И у нас выходит следующая ситуация, что главный антагонист возродился, заполучив совершенное тело Шигараки, пускай с незначительными повреждениями и с утратой распада. А вот Деку наоборот, утратил все свои силы, будучи больше не способным хоть что-нибудь противопоставить противнику. Да и я не уверен, что даже с приходом Сатри Головы Везоо будет побежден, поскольку у антагониста останутся активными мутировавшие причуды, которые Айзава никак не сотрет своим взглядом. В целом Шигараки уже показал исход подобного поединка на летающей платформе Юэй, причем тогда сражались более сильные герои, нежели Сера, Сата и Оджера. Так что единственным вариантом для того, чтобы справиться с антагонистом, остается противостояние Деку против ВЗО. Но для этого Гагай придется получить хоть какую-то силу, чтобы сражаться. На этот счет у меня появилось два предположения, так что давайте их и разберем. Первый вариант развития событий, это если Мидория пробудет собственную силу. Нам всем известно, что главный герой изначально был заклеймен беспричудным, но что если на самом деле это не так? И что если в этом также как-то замешан ВЗО? Ведь с 419 главы нам стало известно о том, что антагонист не просто набрел на Тенка в нужное время и в нужном месте. Он буквально был причастен к его рождению и в целом к строительству дома Шимуры. ВЗО, прикрываясь личностью другого человека, стал чуть ли не родственником их семьи. И смог еще с самого младенчества украсть настоящую причуду Тенка, а уже с прошествием времени передал ему причуду распада. Так к чему я это клоню? Все за одного во времена пики Сила Всемогущего интенсивно искал себе преемника, чтобы взрастить в нем сильные эмоции и присвоить его сильную волю себе. Но не только Тенка был его подопытным, также внимание антагониста было обращено и на других, как например было с Даби, на которого он подозрительно в кавычках случайно наткнулся. Но в итоге с Тойей ничего не вышло, и многих таких вероятных сосудов он незаметно контролировал. Сюда очень хорошо подходит вот эта нарезка, сделанная фанатами. Субтитры создавал DimaTorzok Так что среди вероятных сосудов ВЗО мог быть и Деку, поскольку ему нужна была юная и несформированная личность. А среди помощников антагониста был доктор Гараки, который после проведения исследований и объявил о том, что Деку беспричудный. Возможно именно поэтому Злотей так открыто и уверенно утверждает, что в главном герое изначально ничего не было или уже не было. Поскольку готовясь к этому ролику, в преддверии выхода 419 главы, я наткнулся на обсуждение фанатов МГА о том, что доктор Гараки во время проведения своих опытов украл причуду Мидори. Так как стало известно, что он смог скопировать причуду как у Чисаки у одного из своих подопытных образцов. Так что в нынешних реалиях нельзя теперь исключать вмешательство антагониста в лишении или же еще какому-нибудь влиянию на причуду Изуку. Еще были произнесены интересные слова от Гараки до того, как он заговорил про суставы на мизинце. Что у Мидори есть вероятность более мудреной причуды, поэтому она и не пробудилась как у всех детей в 4 года. И если у Деку все же была причуда и ее не забрали, тогда он вполне может ее пробудить, ведь сейчас самое время. Тем более утратив отзывы и постав против совершенного антагониста в теле Шигараки. Эта теория более наивная, но в целом имеет место быть, учитывая, что события прошлого и настоящего неплохо связываются. Второй же вариант этой теории связан с получением Изуку причуды извне. Я уже ранее говорил о том, что истинный Квирк Тенка не является распадом. Эту силу ему умышленно передал ВЗО после того, как в младенчестве украл его собственную. Но мало кто задумывался о том, что после того, как антагонист передал копию своей причуды все за одного Шигараки, он передал ему и его истинную причуду. А раз Хори не назвал ее, не собираясь пока раскрывать эту тайну, возможно он хочет удивить нас дальнейшим ее появлением. Ведь все мы видели, что в битве Бакуга против основного тела ВЗО похищенные причуды имели образ своих предыдущих владельцев. Так что и Квирк Тенка был подобный его образу. То есть после того, как Шигараки была открыта горькая правда и он осознал, что имеющаяся его сила вовсе не его, собственная причуда Тенка Шимуры могла вернуться к нему. И до того, как сознание Томуры распалось, понимая, что он уже никак не сможет помешать все за одного, он мог передать свою причуду Мидории, который в этот момент был также в бессознательном мире. А поэтому никакой контакт для этого был и не нужен, ведь главный герой уже непосредственно был в его сознании. К тому же, как никак даже в таком подавленном состоянии, Шигараки все еще обладал причудой ВЗО, а значит он имел возможность передать свою причуду. Такая теория, мне кажется, более правдоподобной и реалистичной во вселенной моей геройской академии. Это даже выглядеть будет как унаследование воли к сопротивлению, что довольно свойственно героям. И таким образом, Деку сможет получить реальный способ бороться против все за одного, ибо их противостояние, как мне кажется, истинный канон. В целом, это все, что я хотел донести к вам. Обдумывая эту теорию, у меня было два исхода развития событий. Первое, это если Деку пробудет собственную причуду, но для этого нужно было развеять его статус беспричудности. И второе, это если Мидория получит причуду от Тенка Шимуры, чтобы покончить с ВЗО. Было бы также интересно услышать ваши предположения насчет этой теории. Может у кого-то будет совершенно другое мнение по поводу того, как Изуку пробудет собственную причуду, или же получит ее извне. И также не забывайте, что представить свою любимую мангу, и не только, вы сможете на rimango.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующий ролик. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью. А также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомление. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой, и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok